В России вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. Из гуманных соображений закручивать гайки стали не сразу. Количество территорий, где можно легально подымить, будет сокращаться поэтапно. В итоге останутся только чистые поля да собственная квартира. Борцы за здоровый образ жизни сетуют, что Россия с опозданием присоединилась к мировой борьбе с курением и отстаёт в вопросах антитабачной пропаганды. А заядлые курильщики считают, что принятый закон ограничивает их права. И ставят в положение изгоев. Можно ли победить вредную привычку с запретами и штрафами? И почему треть россиян считает, что закон не будет соблюдаться? Почему вы не боретесь вот с теми чёрными пятнами, что дают экологи? Ребёнок выезжает в коляске. Папа не курит, мама не курит. Его вывезли в город. И он едет по отравленному городу. Когда? Чем вы будете давить? Те, кто этот город травит, атмосферу травит. 44 миллиона, которые не курят, вы их обманываете, потому что два года вы все трясли наше общество. И они теперь все говорят, дайте нам воду чистого воздуха. Не два года, а 10 лет мы с вами боролись, 10 лет. Смерть собакам. И победили вас. Послушайте, собаки-то не погибают. Вы говорили о блестящих образах, которые заставили людей курить. Один из законодателей моды рекламы, ведь был, по-моему, Ил Брюнер. Великий американский актёр, который был хорошо здесь, на Советском Союзе, который долгие годы рекламировал Мальборо. Скажите, пожалуйста, вы не помните, какая была последняя работа Брюнера? Реклама, когда он, умирая от рака, сказал, что я проклинаю ваши табачные компании, потому что вы меня убили. Люди смертны, но при этом это не повод эту смерть ускорять. И когда вы говорите о тех, нечаях, которые посадили, скажите о тех богатых табачных компаниях, которые с радостью подсаживали людей на эту вкусную палочку. Реальная ситуация заключается в том, что сейчас 44 миллиона курильщиков должны выйти на улицу и дымить 44 миллиона. Это первое, что нет никакого конфликта между курящими и этим законом. Есть конфликт между табачной индустрией и этим законом. Потому что у табачной индустрии есть проблемы с этим законом, они потеряют часть бизнеса. Я вам ещё раз говорю, в вашем законе, несчастном, который Госдума подмахнула неглядя, нет ничего логичного, нет ничего способного помочь людям бросить курить. В этом законе нет другого. В этом законе нет самого важного. В этом законе нет финансовой ответственности табачных компаний за ущерб, причинённый здоровью России не курить. Не для того, чтобы заставить людей бросить курить. Да не заставить, чтобы бросить курить. Это закон, чтобы защитить нас, не курящих. Вот это мелкие детали. Я считаю, что вот этот закон, это победа, опять-таки, табачного лобби. Дорогие друзья, их надо выводить жёстко, их надо прижигать калёным железом, а не заигрывать с ними и не давать им возможность травить человечество. Я завершу. Я абсолютно с вами согласен со всеми, что убивает не только курение, нас убивает пищевая промышленность. Очень сильно. Если мы посмотрим, как она убивает, неизвестно, что ещё хуже. Нас убивает алкоголь, нас убивает наше нежелание просто заниматься физической нагрузкой, потому что посмотрите на нас, понимаете? Мы вообще слабы, нам проще курить, нам проще... Но, вот мы сейчас спорим, курить не курить. Но ведь эти споры уже были, этот закон работает во всех странах. Запрещающее курение машины. Доказать сейчас приведу. Курение бред или нет? Вы какого года рождения? 58-го. Вы какого года рождения? 53-го. Сравните просто, как выглядят 20 человек и решите сами, хотите вы курить или нет. Некорректный пример. Это некорректно. Это не корректно. Я могу как раз объяснить, почему. Это корректный пример, потому что для меня, как для работодателя... Это правда. И здесь вот было сказано, брать на работу курящего или нет. Конечно. Зная статистику болезней, которые сопровождают курящего, я, считая деньги, должен буду думать. Так же, как я спрашиваю, пьёшь или не пьёшь? Конечно. Куришь или не куришь? Значит, сколько мне надо заложить дней, когда тебя не будет на работе? Оказывается, курение, оно вредно. Ты ещё должен быть генетически предрасположен. Потому что вот эти примеры, как Черчилль, есть люди, у которых так генетическая предрасположенность, что само курение, что вторичное курение, у них реально вызывает рак. А есть люди, у которых генетическая предрасположенность защищает, более устойчиво. Поэтому, когда мы говорим, мой дедушка курил и пил, до 90 жил, он да, а вы нет. Вот вы, кто так говорит, не доживёте, потому что это редко бывает. Добрый вы, доктор, абсолютно прав, замечательный и любимый народный артист господин Назаров, который говорит следующую простую мысль. Общество в течение многих лет небесплатно развращало народ курением. Если доказано медицински, что здоровье людей было подорвано, это обозначает, что табачные компании должны ответить по закону, как в Соединённых Штатах, и выплатить тем курильщикам, которые потеряли здоровье, вполне конкретные деньги. Но ещё очень важный момент, давайте будем честны. Если мы хотим бороться с курением, то почему мы не боремся с остальными вредными факторами, на которые общество подсело? В частности, алкоголь, от которого ещё более страшные последствия. Экология. Экология. Продукты питания. О чём говорил доктор Мещенков. Информационно, чтобы насилие, государство вначале должно прекратить себе врать, когда одной рукой собирает бешеные деньги с табачных компаний на окружающие налоги, а с другой стороны говорит, кстати, не курите. Ничего себе обрумные деньги. Шесть миллиардов. Я благодарю зрителей и участников программы. Самые важные и интересные события наступающей недели обсудим в следующем воскресенье. Спокойной ночи.